По поводу идеи, которую вы озвучили в интервью коллеги Егорову, по поводу истории с Лигой, если не ошибаюсь, Россия, Казахстан, Армения и четвертую я забыл. Не, не Армения, а Азербайджан и Беларусь. А кому-то вы ее, кроме того, что вы защищали по ней диплом, вы говорили кому-то из российских футбольных властей? Потому что идея перспективная. Ну, я не знаю, перспективна она или нет, но, конечно, говорил. Точнее, я даже спрашивал мнение у людей, которые, в принципе, руководят нашим футболам. Давайте расскажем об этом поподробнее. Я думаю, не хотят, чтобы я об этом рассказывал, у кого я брал интервью. Даже у других федераций, не только у российских, еще в одной федерации попросили, чтобы не публичить. Потому что это все равно, так или иначе, это политический вопрос. То есть нужна политическая воля тех стран, но любых стран, которые захотят объединиться, это на первом месте будет. Ну, то есть я правильно понял, что, исходя из того, что тебя просят не публичить, идея пока неосуществима? Нет, это должно быть, условно, президенты должны договориться, стран, именно стран. И дать, точнее, политическую волю и добро на это. Тогда это все возможно. Тогда все сразу сделают, даже если это финансово будет неинтересно. Но это финансово интересно. Ну, в целом, да. Ну, это повышает, так скажем, потенциал. То есть, как его реализовать, это еще вопрос. Но в целом, это должно... Ну, и в чем смысл вообще дипломной работы, что этот потенциал финансового заработка для каждой команды, которая участвует в этой лиге, он более интересен, даже если участвовать в Еврокубке. Просто, когда я это начинал, еще и Лиги Европы не было, это точно было намного интереснее. Сейчас в Лиге Европы там даже, ну, во-первых, большая вероятность попасть в Еврокубке, естественно, что и больше будут зарабатывать клубы. Даже там, ну, те же условные клубы Казахстана, даже играя в Лиге Европы. Ну, вы разговаривали об этом с Александром Валерьевичем? С Александром Валерьевичем? Ну, когда-то я ему об этом говорил, именно его я не использовал в своей работе. В интервью? Да. И, ну, реакция его? Да, я не помню, на самом деле. Я не думаю, что... Ну, мы серьезно о первых не говорили, я просто, мне кажется, упоминал там когда-то, в спече с ним, что вот такая же есть и все. У вас нет ощущения, что то, что сейчас происходит в РПЛ, ну, немножко, исходя из подвала таблицы, не конкурентоспособна? То есть, мы видим команду, которая набралась, если не ошибаюсь, 6 очков. То есть, хотелось бы большей конкуренции. Ну, я думаю, что сейчас сложилось, конечно, что сложилось, то разрыв просто между первой и шестнадцатой команды, он будет больше расти и так далее. Угу. Ну, то есть, Лига становится более, менее конкурентоспособной? Ну, да. Ну, то есть, мы видим одну команду, которая по ожиданиям может к... Ну, Каприлю стать чемпионом. Что-то вряд ли интересно широкой аудитории. То, что вы говорите с историей Лиги четырех стран, ну, это конкуренция, это интерес, это что-то новое. Нет, новое интересное, но это не факт, что будет, может быть, там Зенит также и останется суперчемпионом, вот даже в этой, ну, в этом чемпионате объединенной. Просто мне казалось, что для каждой страны, те команды, которые будут участвовать, это будет как, ну, своего рода, не просто даже спортивная, а имиджевая составляющая. Никто не будет хотеть, условно, чтобы Динамо Минск там слабо выступал, да, или, я не знаю, Невчи, Карабах. Правильно, поэтому, так или иначе, этим клубам будут помогать, и там будут сильные составы. И будет интересно, потому что, просто, например, Невчи, по-моему, там средняя посещаемость тысяч человек, да, на матче Чиканта Азербайджана. А приезжал даже Тульский Арсенал, ну, 9 тысяч пришло, весь стадион. Я знаю, ну, я уверен, точнее, что если в Алмату приедет Спартак Москва, Зенит, Санкт-Петербург, Динамо Москва, это большой праздник для этих городов. Что нужно делать с футбольной составляющей, чтобы эту идею продвинуть? То есть, что в футбольном сообществе необходимо сделать? То, что вы сказали, с одной стороны, политическая история. Сейчас-то вообще нереально. А когда будет политическое решение, все эти страны, упоминающиеся, они быстро договорятся, и это на уровне управляющих футбольных союзов, это, ну, не так сложно, мне кажется. Насколько оно важно? Там еще, ну, еще нет, вопрос встает, как Уэфа на это отреагирует, и как распределять все места в Уэфа. То есть, там есть, на самом деле, такие, как сказать, слабые точки. Но у вас нет ощущения, что если будут спонсоры хорошие, если будет денег больше, чем те страны, о которых вы говорите, что они будут получать больше денег от этой лиги, чем от Уэфа, вопрос тоже может решиться экономически. Да, это как бы один... Ну, то есть, то же самое Невчи будет проходить один раунд, два раунда в Лиге Европы, а здесь оно будет играть весь год. И значит, оно заработает больше денег, да. Но здесь вопрос все равно, никто не хочет в Еврокубке, не участвует в проектах. Все равно хотят в Еврокубке участвовать. Здесь вопрос уже будет, ну, насколько Уэфа будет гибко в этом вопросе, как оно будет реагировать. Потому что, например, вот Бельгия, Голландия, насколько я знаю, уже и не так совсем против Уэфа. То есть, они готовы как-то хотя бы рассматривать это, хотя раньше заявляли, что никаких объединенных лигий. А сколько, на ваш взгляд, просил уровень в этом году, исходя из событий, которые произошли? Отъезд легионеров? Намного, естественно, что... Блин, просто более сильные легионеры уехали, значит, более сильные футболисты и остались более слабые. Естественно, что настолько и просело. Ну, это катастрофический вариант, или нет? Или терпимо? Да здесь я бы не оценивал так. У нас какая-то другая ситуация. Понятно, что она неординарная, мы просто в ней живем. Ну, вы согласны с трактовкой, о которой говорил в том числе и у меня в интервью, у Романа Николаевича, о том, что если у Зенита уедут иностранцы, то только тогда Зенит может иметь проблемы. Ну, естественно, потому что у Зенита лучшие игроки – это иностранцы. Любой команды убери, если Промис уедет, то и Спартака тоже как полкоманды не будет. Да. Ну, у Зенита как бы больше на легионерах построена игра. Просто исходя из последней игры, вам не кажется, а вот ваше мнение, что Спартак все-таки, ну, может на каком-то этапе побороться с Зенитом? Не, ну, пах, ну, он и борется, в принципе, шесть очков. Ну, это надо, чтобы Зенит делал два поражения. И не близко, и недалеко, но все равно Спартак, по крайней мере, безнадежных, сколько там, 0-4 в Суперкубке, уже добивается 0-0. И уже Спартак приезжает на Газпром-арену, как, в принципе, команда, которая может побороться, да? А когда они ехали на Суперкубок, ну, блин, там все понимали, что, ну, мне кажется, вообще такое состояние было, что там без шансов и вопрос, сколько Зенит забьет. Поэтому, ну, для меня это удивительно, но это изменилось. И изменилось, кстати, мне кажется, после Кубковой игры, когда так, Спартак 3-0 победил Зенит. И вот на этом подъеме моральном, Спартак как бы, ну, и за счет игры тоже. Но вот именно произошел, мне кажется, перелом, что и моральный перелом, Спартак как бы, ну, по крайней мере, точно не так бояться Зенита, как это было, там, год-два назад. Как вам эта история с дракой и решением КДК? Ну, конечно, никто не хотел драться, я думаю, но так сложилось, эмоции. Суровое решение, обе команды остались без лучших игроков на долгое время, да? Ну, а дальше уже нюансы, понятно, что мы, как Зенит, мы там недовольны, что Промеса не удалили. Спартак там, наверное, недоволен. Ну, откуда мы принадлежимся, все зависит? Ну, не, на мой взгляд, все равно Промес спровоцировал эту драку, да? Ну, на мой взгляд. Но, я не знаю, значит, за это нельзя сказать. Ну, так как красную карточку еще судя ему не показал в матче, поэтому нельзя, наверное, дисклифцировать. Ну, у меня нет какой-то там кровожадности, да? Просто, я думаю, оба клуба хотят справедливости, но мы понимаем, что и Спартак, и Зенит будут смотреть на любое решение со своей колокольной. Несколько лет назад вы были ярким сторонником, я разделяю глубокую точку зрения по поводу обратного возвращения на систему проведения соревнований весна осень, как сейчас. И это даже не обсуждается в РПЛ. Не, ну, смотрите, сейчас будет, с одной стороны, хорошее решение, с другой стороны, половинчатое, а половинчатое решение, на мой взгляд, это всегда плохо, что, скорее всего, детские команды переведут на весна осень, следовательно... Ну, вы имеете в виду молодежную лигу и ФЛ. Да. Ну, и вообще, значит, весь детский футбол перейдет на весна осень. Следовательно, и вторую лигу надо менять, обязательно, без отрыва, это 100%. Ну, на это, вроде, тоже РФС пойдет. А первую лигу и РПЛ все равно останут в осень-весна. Следовательно, нужен будет турнир какой-то, как трансформатор. Но для меня это, как бы, ну, все равно, не до конца сделанная, знаете, продукт. И просто, ну, будут дополнительные сложности. Но, насколько, ну, я уже говорил об этом, но, насколько я знаю, просто клубы РПЛ не хотят. Для меня непонятно, по каким причинам, ну, переходить обратно. Ну, вы понимаете, по каким причинам? Ну, то есть, почему никто не хочет играть в футбол летом, а все хотят играть в футбол? Нет, ну, для меня у них, они заявляют, во-первых, они говорят, что никакой разницы нет, только круги меняются. Угу. Вот. И второе, они говорят, ну, про вот это мифическое трансформное окно, да. Синхронизация. Ну, еще. Оно привело к чему-то? Ни к чему хорошему не привело, да. А на Востоке футбол убит. А сейчас, если мы хотим перейти в Азиатскую лигу, у нас там ни одной команды нет. Ни одной команды нет, да. Сейчас вот Томск закроется. Вот буквально завтра я должен ехать. А, скорее всего, ну, или уже вот сейчас поданы документы на то, что в Томске теперь команду закроют. Там всего, по-моему, пять команд, что ли, осталось? Что они хотят-то, я просто понять не могу. Ну, то есть, почему никто не хочет играть в футбол летом? Нет, просто не знаю. Потому что те, кто принят решение, им какая разница, что зимой играют, что летом они только смотрят с трибуны. Ну, да. Так, может, футболисты, я о чем говорю? Почему, вот смотрите, в РФС комитет был, который раньше назывался техкомом, сейчас комитет сборных команд. Почему туда не привлекает футболистов вашего поколения, которые могли бы давать какие-то здравые идеи? Да, на самом деле, пока мы туда перейдем, нам лучше в техкоме не сидеть вообще, лучше быть независимым, так скажем. Поэтому нам проще выражать тогда свое мнение. Если мы сядем в техкоме, мы уже будем на той стороне, и нам будет сложнее высказываться. Почему? Ну, вы будете приходить на исполком и говорить какие-то вещи? Так, хорошо. Думаете, там никто не знает мое мнение, и там еще чего-то мнение широкого или так далее? Я думаю, так или иначе все равно все знают. Ну, да. Понятно. У меня вопрос, я так и не понял из интервью Константина Зарянова в Спортэкспрессе. Почему вы решили, что его надо менять? Он ушел из системы «Зенита». Просто там была аргументация такая, что после того, как вы ему объявили, команда заняла с 9 на 4, но, в принципе, какая разница во второй лиге, какое место ты занимаешь? Не, ну, во-первых, не во втором, а в молодежном первенстве. Да, я извиняюсь. У меня и у нас, как у клуба, никаких претензий к Константину Георгиевичу не было. Мы решили, что мы хотим увидеть тренеров Академии и в «Зените М», и в «Зените 2». И, как вы видите, это сейчас произошло, да, в течение полугода. Я сказал в том-то и дело, ну, во-первых, я хотел это сказать Косте раньше, еще до начала весенней стадии, да, но там по причинам, которые, в принципе, от меня не зависели, я ему это сказал после второй игры, второй части чемпионата. Просто заранее, чтобы он знал, и все. И, ну, его, если вы знаете, клуб не увольнял, Косте оставался в клубе, пока не нашел там себе работу как тренер. Если бы Косте, ну, не захотел уйти в «Черноморец», он бы так и оставался в клубе, поэтому его в клубе ценят. В том-то и дело, что от результата ничего не зависело. Было решение такое стратегическое, чтобы из Академии люди переходили тренировать «Зенит М» и «Зенит 2». Поэтому я как смог физически раньше ему сказать это за три месяца, так я ему и сказал, чтобы он был готов и знал это, и все. Ну, то есть это что, просто он перерос в тот уровень, на котором он работал уже, или те люди, которые его подпирали, должны были сделать следующее? Ну, с нашей позиции это выглядит так, что мы хотим, чтобы была видна карьерная лестница для тех тренеров, которые приходят к нам в Академию, чтобы это их мотивировало, чтобы они не понимали, что они никогда не возглавят «Зенит М» и «Зенит 2», потому что там находятся люди из другой весовой категории, так скажем. Поэтому было стратегическое решение такое принято и осуществлено. Здесь, ну, это такой рабочий момент, интересы клуба, просто, ну, мы посчитали, что они такие. У нас ни с Костей, ни с Ладом, но по ку-ку-ку пока никаких, я не знаю, проблем нет вообще, не то есть мы продолжаем общаться. Я пусть поблагодарил, когда он, там, что он завершил, как раз, ну, профессионально доделал свою работу, хотя знал, что он покинет этот пост, все нормально. Планируете ли вы привлечь к работе в «Зенит» Романа Ширакова? Нет, не планирую. А, почему? Ну, во-первых, по административным должностям не я решаю, а тренерской, по-моему, лицензии у него нет нужного, как бы, калибра. Ну, то есть решение не от вас зависит? Ну, нет, если какой-то административный пост, то это не от меня зависит. Понял, по поводу влияния лимита на легионеров в этом году, как, на ваш взгляд, это все повлияло? Мне кажется, нормально, не задирают пока цены на русских. Не задирают? Ну, пока нет, или мы просто пока еще никого не покупали? Но у вас вот этот вопрос, который мне поставил, мало молодых питерских игроков, в чем причина? Ну, на мой взгляд, они есть. Ну, давайте назовем их. Я имею в виду, вы не хотите, чтобы люди задрали нос? Ну, для меня и Михайлов, и Кравцов, в принципе, могли бы быть зенитами. Просто вопрос, чтобы они там не получали игровую практику. Ну, то есть здесь это видение тренера, который считает, что футболиста нельзя брать на вырост, нужно брать основной состав, или как раз на определение основного состава есть, да, мы знаем после недавних историй, нельзя брать, если он этого не заслуживает. Нет, ну, я думаю, что тот же Кравцов и Михайлов, если бы они сейчас находились в зените, они бы картины не портили, просто вопрос в том, что, если бы они у нас были, они бы выходили, наверное, на пять минут, как там выходит Юрокин, Сутармин. Но мне бы этого не хотелось, мне лучше, пускай там Кравцов уже не в аренде. А Михайлов играет, это самое главное. Его выкупил, да, я думаю. Не, они его не выкупили, но там играет. Ну, и мне кажется, он достойный. У вас очень хорошо идут команды в ЮФЛ, в молодежном первенстве, но выхлоп какой? Когда мы увидим этих футболистов в основном составе? Или при нынешней ситуации, когда есть долгосрочные контракты образецов, это нереально? Увидим ли мы их в основном составили или нет? Честно, от меня это мало зависит, вот честно вам скажу. Ну, мы стараемся идти по пути того, что мы их просто отдаем. Ну, неважно, там много где-то за деньги, где-то нет. Просто, ну, даем им дорогу. Ну, сколько мы, 10 человек отдали за последнее время, которые играют не, да, не все играют в РПЛ, но там в ФНЛ, по крайней мере, на более высоком уровне, чем в Зенит 2. И сейчас мы продадим, скорее всего, еще двух футболистов. Из системы молодежного футбола? Из системы молодежного футбола, да. То, что там касается ЮФЛ, ну, во-первых, у нас нет задачи, честно, в ЮФЛ быть на первом месте. Да, мы хотим, но нет такой задачи. И там, пускай вас не смущает, что мы там в ЮФЛ 2 сейчас идем на втором месте, там мы, ну, навряд ли там удержимся. Ну, и так далее. Там в ЮФЛ, там тоже один, мы сейчас идем на первом месте, и вообще могли сейчас 30 очками идти, да, сейчас 8 очков. Но также мы вот продаем одного мальчика из этой команды, который там забил 6 голов. Ну, вот, в принципе, я все равно пока, ну, я заточу на то, если пока Зенит эти футболисты не нужны, пускай они идут. А Зенит так или иначе, ну, оставляет себе право обратного выкупа. Либо право выкупа, да, ну, либо просто вырабатывать деньги. Хоть какие-то, потому что раньше мы наоборот, Зените 2, мы только покупали игроков, не знаем, что с ними делать. Вот, и, ну, потом они за ноль уходили, хотя немногие там играют сейчас, в том же Ростове, там трое-то человеком. Вот, но мы не знали, что с ними здесь делать. Поэтому я не вижу смысла именно покупать игроков в Зенит 2, в Зенит М, там и вообще в ЮФЛ. Хотя говорят, что мы там тратим большие деньги, скупаем всех игроков, это неправда. Вы видите профи тот, вторых команд? Ну, Спартак закрыл, я не знаю, в целях экономии, или просто прежняя команда управленческая закрывала касты. У вас эта команда есть? Насколько я понимаю, вы особенно в Первую лигу нервируетесь? Ну, на самом деле, так или иначе, периодические разговоры о том, что нужно идти, они возникают. Вот у меня такой уверенности нет, что это правильное решение, да. Плюс я хочу, чтобы это было по спортивному принципу. Например, мы, например, там Зенит, можешь себе позволить, да, вторую команду набрал, вышел в Первую лигу, а потом что? Опять эту же команду сохранять или обкатывать молодых? А молодые наши потянут или нет? А самое больное еще то, что из-за того, что в главной команде не играют наши пацаны именно напрямую, да, то уже и пацаны особо в Зенит 2 даже особо не хотят переходить. Потому что хотят как можно раньше, как бы, уйти из системы. И играть в других командах, получая практику? Да, и играть в других командах. Но у вас несколько человек из вашей системы в Ростове играет? А? Несколько человек из вашей системы в Ростове играет? У нас играет Прохин там, Щетинин, но Щетинин, как бы, он, на самом деле, не наш воспитанник Кирилл, он воспитанник Локомотива. Его убрали как талантливого пацана, и, в принципе, он им оказался, но тоже, видите, особого рвения основной команды не было его брать, но решили, как бы, реализовать его в Ростове, в принципе, в нормальной сделке, считаю, и для Зенита, и для Ростова, и для самого Кирилла. Иван Щетинин вас самого не напоминает? Нет. Нет? В Warpail есть один игрок какой-либо, который напоминает вас? Ну, Пеняев, можно сказать, но он все равно более такой, я не знаю, Криштиан Рональда, мне напоминает. Пеняев? Да. Могли бы развить мысли. Потому что... Физически, мне кажется, разные. Ну, да, он просто не высокий. Я просто его застал еще, когда тренировал свою команду 2004 года, но против них играли Чертанова. Ну, вот там он брал мяч, вот типичный Криштиан Рональд, берет мяч с Ланга, тащит его в центр и бьет. Ну, а что мне в нем понравилось, он вовремя с мячом умеет расставаться. Как бы это был плюс, поэтому я отличаю, что он не просто салонатливый игрок, который умеет обыгрывать, а он действительно, скорее всего, станет большим игроком, потому что он умеет распределять мяч, и не только на себе, а тупо отбрать и всегда обыгрывать. То есть он понимает, где нужно его отдавать. Большая группа русских игроков, что меня не то что смущает, удивляет, горько от этого талантливых игроков сидит на замене в «Зените». На ваш взгляд, что в такой ситуации делать? А кто там сидит? Ну, Бакаев сидит, сидит Сутармин, вообще у него, по-моему, меньше 20 минут за последние 10 матчей. Ну, Бакаев не молодой раз. Мастер, мне кажется, в этом году достаточно играл и, в принципе, какими-то временами даже отбирал место у Хлаудиньо. Ну, это проблема больших клубов. Здесь «Зенит» тоже хочет иметь сильную скамейку. Ну, что делать? Ребята должны терпеть, выдавать самое лучшее, чтобы заслуживать время. Значит, просто российских футболистов не так мало, которые могут играть в основе «Зенита». Вы видите «Таск-узу» в Питере по команде, которая была? То, что мало питерских воспитанников. Ну, я время от времени приезжаю и, когда общаюсь с болельщиками, люди говорят о том, что хотелось бы больше своих. Ну, вот я хожу, но, видимо, видите, я сейчас вложу, хожу, не с обычным болельщиками сижу, поэтому мне сложно это уловить. Но, вот так сказать, что прямо все грустят и хотят видеть. Все, конечно, говорят, что... Ну, не все, я так точнее часто. Вот там команда Киржакова, Аршавина, Быстрого, Денисова. Вот это была команда. А с другой стороны, сейчас же ходят больше, чем на Петровске. Ну, и стадион побольше. Я думаю, что если бы было стадион тут, то ходило бы не меньше. Ну, здесь я ничего изменить не могу. Понятно. Последний вопрос у меня. Кого вы считаете в этом году лучшим игроком Мэр Пайл по году? Ну, если брать весеннюю часть и осеннюю эту? Ну, если брать ту часть, то Клаудинио. А сейчас Лендель и Лиман, что-то мне понравились. Ну, конечно, Кромис в порядке выглядит. Но просто мне их называть тоже нет. Не к лицу. Ну, вот. Но в Зените, ну, и вообще в прошлом году лучше, на мой взгляд, Клаудинио. Вообще всего сезона и в частности... А из россиян? Из россиян? Соболь вроде ничего. Хорошо выглядит. Ну, с чего, мне кажется, в принципе, лучше. Ну, с Соболем, наверное, можешь поспорить из русских вот этой весной. И там чуть-чуть лета и весна. Спасибо вам большое.